Лучший подарок для жительниц поселка совхоза имени Ленина в канун 8 марта сделали юные артисты местного Дома культуры. Музыкальные цирковые номера, песни и танцы смогли и настроение поднять гостям праздника, и вселили уверенность, что совсем скоро весна вступит в свои законные права. Праздничный концерт, посвященный 8 марта, открыл танец цветов в исполнении самых юных артистов Дома культуры поселка коллектива «Солнечные зайчики». Ребятам всего по пять лет они уже стали победителями областного творческого конкурса. Вообще в этот вечер подарков для дорогих гостей, мам, бабушек, подруг, пришедших на праздник, было подготовлено много. В сегодняшнем концерте принимает участие более 100 человек. То есть у нас 4 сценических коллектива, 2 вокальных, 2 хореографических, есть народный коллектив, и все-все-все принимают участие. В программе были заявлены народные эстрадные песни, танцы и даже цирковые номера. Пока одни артисты выступали, другие готовились к выходу на сцену. Квартет гитаристов собрался только в октябре, поэтому ребята чувствовали себя не очень уверенно. Конечно, ответственный концерт будет, хоть второй раз, но все же он большой, страшный. Очень переживаю, сейчас репетируем, очень упорно, сильно готовимся, четко, чтобы все было сыграно. Но, конечно, поддержать юных артистов пришли их родители. Ведь самый главный подарок для мам – это видеть успехи своих детей. Это очень трогательно, это большая гордость за своего ребенка, удовольствие. Такого количества ярких подарков и настроение у зрителей стало радостным и весенним. Ведь сейчас праздник 8 марта ассоциируется в первую очередь с приходом весны. С 8 марта начинается весна. Наверное, весна в природе, весна в настроениях, весна в душе людей. А потом, у нас весна всегда считается парой любви. И как будет, наверное, это то время, когда у всех улучшается настроение, исполняются все желания. Я хочу пожелать всем мамам и бабушкам, чтобы они никогда не болели. И были счастливыми. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.